вечер добрый дорогие братья и сестры меня зовут священник константин мальцев и у нас сегодня с вами беседа ответы на ваши вопросы на замечательной группе батюшки онлайн с радостью отвечу на ваши вопросы давайте проверим на всякий случай как меня слышно пожалуйста если все нормально кто-нибудь напишите и все спасибо большое раз все слышно жду ваших вопросов ну а пока вы пишите свои вопросы я с радостью всех дня у нас словами был день памяти замечательных мучениц но их имена не только скажем так значимы для нас потому что они святые вера надежды любовь и мать иисофия но также это наши христианские православные добродетели добродетели которые мы должны как определенность за поисследовать чтобы как минимум оставаться человечными поздравляю вас с днем памяти вера надежды любовь мать и софия ну давайте на как всегда вы знаете я не тороплюсь ответах от отвечаю постепенно как только вижу вопрос начиная на него отвечать скоро скороговорками заниматься как обычно не буду ну давайте тут уже несколько увидел так видно все замечают вас как скажите если человек мы меня проглинают грех да это большой грех но опять-таки давайте скажем так что человек от своей пустоты от беспомощности скажем так нет большого ума это делает бог ему судья здравия душевым телесного вас подкрепи господи в терпение смирение я с вашего позволения пока вы пишете следующие вопросы откуда ведется с трансляция нет это не мастырь это комната где я снимаю свое жилье я сделаю сейчас с вашего позволения ссылку на эту трансляцию чтобы другие могли тоже видеть пока вы пишете вопросы буквально две секунды хорошо я прошу прощения что отвлекся музыка сейчас секунду посмотрю до других вопросов нет и музыка классическая я очень люблю классику инструментальную музыку вообще смотрю разнообра слушай вернее разнообразную музыку приходится надо не совсем то что по душе послушать чтобы ну как-то ответить на теле вопросы сейчас не так давно пришлось поскольку очень много при обобщаясь молодежи многие ребята спрашивали вот как вы знаете недавно такой был рэп батл оксимирон и и же с ним вот многие спрашивали как я отношусь к этому не могу сказать что с большим радостью большое удовольствие посмотрел этот рэп батл поскольку очень много сквернословия мата было но тем не менее люди видна что читает считают классику ну вот если бы брать мат это вообще было даже интересно посмотреть если вот меня спрашивали кому я больше там склоняюсь там к семирону или же его оппоненту конечно в данной ситуации больше к нему потому что не было мата человек более более образован деликатно подошел ну скажем так память у них феноменальна потому что заучить так наизусть текста и еще какую-то импровизацию выдавать это конечно определенный талант субкультуры бывают разные ну не хочу и судить это и совесть перед богом здравствуйте ангиохранители зная это мысли человека есть смысл молиться мысленно ему стому и святому годнику но и мы мысленно и вслух молимся скажем так если некоторые прозреливые старцы порой знали чем мы живем что нас дальше ждет порой даже чем мы приехали то может ну ангел из скажем так духовно чище господь может ему открыть по большому счету к чему мы имеем склонность нашей жизни но опять этики в первую очередь это все по милости божьи кому и что открывается а епископ и рупала рука полагает троечник не знаю может рукополагает после школы то никого сразу не рука полагает надо сначала закончить семинарием плохо плохо слышно сейчас я ближе пододвинем скажите мне и делает моя тетя ненависть и ходит всякие бабками чувство что во семье не клеится с учебы просеют странные вещи я бы на вашем месте помолился за нее заказал бы сарка усов здравий сам бы поисповеде сопричастился чтобы всякое нечистее душевное спокойствие было так дальше бачка что нужно говорить на исповедь на исповедь сейчас я чуть-чуть классику сделаю потише на исповеди конечно же нужно говорить первую очередь то что гложет душу какие грехи только стараться без автобиографии лишних рассказов а конкретно больше грехи свои рассказывать вообще мы нкаемся в трех направлении грехи против бога грехи против ближнего и самого себя то есть трех направлений а вообще мне очень нравится исповедь по матарством рекомендую вам найти а вообще еще исповедь по заповедям во что отвечать мы конечно же будем потому что так это мелодия да я просто включил классическую меня подборка классика музыки которая люблю поэтому слушаю так дальше часто эфира вас не видел ранее ну я пора все выходил чаще всего я выхожу в контакте со своей страницы или же выкладываю эфиры которых я вообще выхожу на youtube канал который в том числе с вашей помощью пытаясь развивать youtube канал называется православный youtube канал боголюб священник константин мальца можно ли покаянный канон и перед причастием слушать ада или читать нужно самому только человеку который готовится причастие можно и слушать если это какие-то сугубо обстоятельства но в первую очередь конечно нужно читать это наш подвиг это наш духовный труд для нашей души для господа поэтому конечно лучше читать но бывают разные жизни обстоятельства бачка можно жить с мужчиной без заключения брака вы знаете я скажу так что если вы не венчаны даже если в браке в определенной степени конечно это на перед богом не такой не церковные не духовный брак церковь уважает безусловно игра загсовый брак то есть такое гражданские они сожительства но все-таки в вне божьем не законного брака это беззаконный брак не зря называют детей в таком браке рождены незаконно рожденными значит все таки это грех блуда сожительства надо конечно если мы православные христиане сочетать сочетаться узлом браком и венчаться но вот то что господь связал человек не раз не разве развяжет дальше добрый вечер если в семье идет раз дал что делать два момента искать компромиссы слышать друг друга и и а конечно же молиться петру и февроне как образцу семейной жизни дальше при вождении дело много ошибок и так и на много отдаю денег в автошколу кому молиться чтобы дал ума есть икон на божьей матери прибавление ума а также когда мы садимся за руль мы читаем молитву николая угоднику которые покровительства путеводителей расскажите про венчание венчание это таинство который господь сочетает мужа и жену и даже во время венчания читается такие слова ставит муж отца и матерь своей прилиться к жене своей будет два плоти едины тайна севеля к то есть это такой духовный союз где господь объединение объединяет тайным образом даже в плоти едины бары есть разные интересные конечно случае когда можно понять это очень глубоко это таинство одной из танцев церкви добрый вечер бачка добрый может ли человек связавшемуся с на разговор с батюшкой хотим поехать в лавру не совсем понял вопрос честно говоря если вы хотите в лавру поехать почему бы не поехать если тем более какой-то батюшка вас ждет поможет ли человеку связавшемуся с разговор батюшка я думаю понимаете тут есть такое изменительное выражение рыба еще делю лучше и лучше одному храм допустим маленький нравится темненький другому огромный величественный храм поэтому на первую очередь надо быть прихожанином конкретного храма где вы ходите они перебежчиком так все даст таким захожанином но посещать какие-то святыни лавра еще какие-то конечно нужно и порой даже полезно так привет привет добрый вечер нет женского счастья почему очень интересный вопрос почему нет женского счастья по двум причинам во первых может быть не совсем живете как подобающее православной христианке во вторых может бы бывает такой момент слишком много требуйте от скажем так мужчин в которых ищите скажем так может быть иногда порой нужно и снизить планку на своих требований женское счастье по сути заключается не только найти достойного мужчину женское счастье во многих вещах заключается как минимум как минимум иметь деточку как минимум достойной женой мироносицы не всегда обязательно иметь женское счастье будучи с мужчинами иногда к сожалению бывают такие случаи когда с мужчина рядом ты наоборот несчастна ну дай бог чтобы это ни у кого не было так с праздника вернодежды любовь спасибо вас тоже с праздника вот такой вопрос почему в сегодняшнего дня сделали из религии полноценный бизнес это очень простить за напрямую глупый вопрос если вы знаете историю то сегодня с бизнес не сделали скажем так это безысходный момент потому что сегодня не десятины которые за которую раньше скажем так приход жил те же самые коммунальные услуги платил зарплаты сотрудникам каждый человек десятую часть своих доходов отдавала и сегодня это безысходный момент те же самые свечки мне нужно привезти в храм где настоятель но мне их надо приобрести потом также вы придете в храм захотите поставить свечку не бесплатно никто не дал поэтому приходится какую-то копейку но это не самое главное скажем так если у вас нет этой копеечки во слава боже возьмите хоть десяток свечей поставьте за здравие за упокой своих сродников по вашей необходимости тут не дело в бизнесе дело в помощи храму и в том числе какому-то нуждающему человеку почему вашу многие храмы занимаются социальной деятельностью то же самое ваша копеечка за эту свечку она пойдет человеку который нуждается в этой помощи поэтому как такого бизнеса никто не делает так так натальев молитвословие о детях есть драть и бачка скажите вы еще не купили джип или мерседес я очень равнодушно отношусь ко всяком роду машинам понимаете мы смотрим внешне но не смотрим внутренне кто меня знает вот из прихожан кто приезжает в гости у меня нормальная машина я начинал с москвича 14 412 сегодня поверьте еще до того как я пришел в храм у меня уже хорошая машина была но мы к сожалению смотрим внешне если мы будем смотреть внешне только то получается иуда прида христа так все такие же апостолы такие же иуды но машины это не отображение духовного состояния священника или вот духовного профессионализма поэтому не нужно смотреть на внешне вы смотрите на внутренне вот вы не знаете какая допустим у меня машина разве это указывает что я какой-то неправильный нехороший священник важно сколько я подвез людей нуждающихся идущих по трассе или же просто с храма бабушек или же вообще любого человека подвез храм из храма подвез или на остановке стояли и остановился и довез их до нужного места вот в чем смысл для чего господь дал мне возможность купить ту или иную машину скажем так машина это средство передвижения если она более лучшая то тем тем лучше безопасней ну конечно в крайности не стоит впадать там я не понимаю который огромной суммы машины покупает и потом не знает как ее содержать надеюсь ответил на ваш вопрос башка если муж не не хочет венчаться мы его официально расписан это блуд ну перед богом конечно это брак это союз как минимум но венчаться конечно нужно это не церковный брак как минимум это благочестивый союз не просто какое-то блудное сожительство но тем не менее сочетаться пред богом надо апостол павел замечательно сказал верующая жена освещать верующего мужа поэтому молитесь я думаю господь все управит так далее наверное хочет сколько лет батюшки женат ли мне 33 женат у меня есть трое деточек можно ли в храм ходить в субботу вместо воскресенья у нас воскресенье в храме очень много народа просто можно и в субботу ходить к и когда есть богослужение тогда и приходить желательно конечно в идеале ежемесячно исповедоваться причащаться это очень хорошо но вообще тут должен смотреть по вашу духовное состояние ваш духовник как вам часто или реже причащаться исповедоваться как он готовится дальше подскажите пожалуйста можно ли говорить о том что каждый человек страданиями скорбями несет некую жертву в искуплении своих грехов конечно можно потому что часто мы своим страданиями болезни искупляются грехи по сути мы и болеем и страдаем или какие-то жизни тяжелые обстоятельства по грехам получаем поэтому можно конечно сказать что искупляем какие-то грехи почему потому что они побуждает нас к покаянию к осознанию своей жизни и изменению в ней поэтому когда это происходит мы естественно и каемся нет кроме аллаха нет бога бывает вы гребальская за ответ эту бачкой и отец иван звоните мне храни вас господь так один и а нас блуждающих мы называем его по-разному можно ли чай читать псалтырь сидя но если у вас есть немощь больная спина то можно конечно нужно понимать что псалтырь это все-таки молитвы многие которые мы читаем он некоторые сугубые знаете как вот до воскресняй бог когда какие-то искушения лукавые бывают происки поэтому нужно понимать что это молитва молимся мы в особенно благовейно но если какая-то повторюсь есть немощь можно и сидя здравствуйте вот покрестили дочь с крестной одной можно как-то крестного и он не был на крестинах но хочет чтобы оба у нее были в обязательном порядке должен быть один крестный по половой преднадлежности ребеночка это если девочка то крестная мать в идеале иметь два крестных и как бы если он очень хочет духовно воспитывать помогать вам по сути это неплохо пусть все возьмет этот подвиг как бы так скажем нареченный крестный отец ну если при таинстве он не был как его можно крестным отцом назвать ну почему бы и нет пусть будет если он духовно будет полезен будет приводить деточку там к причастию воцерковлять ее по мере возможности если он воцерковленный человек а не так как слепого слепого непонятно куда приведет ну почему бы нет пусть будет это определенный подвиг труд во славу боже здравствуйте как объяснить что в коране то библии сказано про людей они первые появились а как же динозавры и почему говорят не было конца света но если бы конец света был то б уже господь пришел во втором свое пришествие мы немножко не в правильном русле понимаем конец света мы понимаем что все это катаклизмы все разрушилось там наводнения потопы скажем так конец света немножко в другом это первый момент это полнейшее нравственное падение человека повсеместно второй момент это пришествие христа когда будет суд над всеми вот это наверное есть конец света катаклизмы были есть и будут это скажем так безысходный момент относительно дерозавров вот они перестали быть актуальных и перестали находить я думаю значит есть секундочку чуть-чуть тише сделаем я думаю что господь знаете как выражение такое господь когда сокрыл кости из динозавров это такой шуточный такой момент он и когда мы их находили он наверно хотел проверить кому больше поверим ему или этим останкам так а правда что человек который умер в муках попадает в раю за господа ответить конечно не могу но опять-таки муки бывают разные муки от того что он не каялся знаете как колдуны умирают что не могут никак умереть и мучиться то ли же это какая-то искупительная такая если можно так сказать немощь в которой претерпеваем он благоговейно несет до конца свой крест и благовей за все господа так секунду так дальше помолись вашка за сына моего подкрепи господи прочтите выше что не дает ответ не в исламе не вы сейчас посмотрю что там за я прочел так дальше здравствуйте батюшка мог брат совсем не мой брак со брат совсем не верит бога как правильно подойти к нему с данным разговором вы знаете есть такое выражение невольник не богомолек если хоть маломальски он задумывается о жизни вечной какие-то вопросы такие возникают а что дальше то можно принципе говорить если он яро отрицает и хулить как-то на все что связано с богом церковью ну я думаю тут не стоит и разговор задавать нужно в этой ситуации о нем помолиться чтобы господь его вразумил ну я думаю было бы неплохо показать ему фильм чудеса двадцатого века очень изумительная подборка чудес таких божий которые можно и подтвердить свое душевное состояние то что мы не видим не факт что это не здрасте батюшка я не никогда не касса мне 67 лет чего начать но вообще для вас скажем так нужно будет генеральную исповедь сделать каемся мы и исповедуемся семилетнего возраста ну а начать наверно саму больного что душу гложет в том и кается я думаю как рано грех это как рано лечим пока не вылечим поэтому кается в первую очередь что душу гложет так священие конце моего знаю слава богу голос плохо слышно но сяду еще поближе я к сожалению у меня немножко по сломался микрофон поэтому я просто на уже на телефону микрофон говорю вашка здрасте здрасте скажите пожалуйста правда что на правом плече ангела на левом черт записывает хорошо хорошие плохие дела ну относительно скажем так плеча это такую наверное художественный больше момент а то что один и другой постоянно присутствует и записывает наши грехи и потом будет или оправдывать именно нашу душу или обличать это конечно правда об этом говорили святыецы и в частности люди которые тысячи тысяч испытывали клиническую смерть здрасте батюшка какие молитвы читать от завистников плохих людей я думаю было бы уместно иконе боже матери уменьшение злых сердец чтобы семистрельно еще называется если их сердца уменьшатся то и не будет никакой тогда уже проблемы очень интересно батюшка здрасте здрасте скажите пожалуйста про уже читал дальше что вы молчите я понимать я не буду постоянно так быстрее 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 я дошел до вопроса я прочитал если чей-то вопрос не прочитал пожалуйста напишите еще раз я отвечу нелиги норм никто не изучает нет ответа никому я господь твой не не будет у него других богов перед лицем моим это очень риторический вопрос скажем так заповедь не будет других богов естественно не должно быть язычество и тому роду это подтверждение когда мы помним когда сносилу скажем так своих мест истуканов князь владимира то под днепру плыли эти истуканы за ними бежали люди кричали выйди из воды то есть столбу но это уже конечно сумасшедшая относительно кумира тут наверное порой человек себя до кумира возводит чтобы его почитали батюшка израиль скажите пожалуйста ответил почему ребенок болеет и не проходит зараза хоть что делать святым молимся по теме другим порой это наш крест чтобы скажем так мы несли его относительно нужно все применять и медицинское какое-то лечение молиться можешь каким-то святыням свозить может быть к мочам но самое главное это причастие выше причастия тела и крови ничего не может быть да не успеваю читать скажите так скажите вопрос твой дедушка скажите ладно дальше если жизнь после смерти куда душа уходит если она вообще существует в ад или рай уходит она так покрестили сына и крестные пропали хорошо или плохо к сожалению это плохо потому что они не будут помогать вам в духовном воспитании вашего ребеночка но и с другой стороны если они не достойны зачем они тогда нужны я думаю господь не оставит и вас разумеет воскресная школа есть как минимум для этого чтобы вы могли достойно дать духовное воспитание вместе с храмом вашим детям батюшка у меня вот такой вопрос почему батюшка не дает благословения на искусственное оплодотворение ну тут очень тонкая тонкий разговор на эту тему тут есть искусственное оплодотворение есть просто подсаживают скажем так понимаете при эко несколько клеток оплодотворяется одну допустим две подсаживают остальных убивают замораживают и разные технологии есть поэтому это тот же самый где-то аборт а может быть он ваши какие-то индивидуальные особенности знает душевные физически почему не благословляет это нужно конкретно по вашей ситуации разбирать так дальше еще еще не работай сейчас еще правде ли женщина может спастись тем что рождает да это об этом сейчас секундочку да через через чадородие спасается женщина потому что не только она физически скажем так немощь чадородие испытывает но и в том числе она по сути есть достойная мать и она посвящает всю свою жизнь воспитание ребенка порой где-то даже определенное обвинение со стороны мужчины который чувствует там какую-то обездоленность брошенность со стороны женщины ей приходится как-то маститься и под одного другого мужчина очень много скажем требует женщине всегда этому соответствует сам но тем не менее он должен быть помощником в ее спасении пошел глава семьи так барюшка есть ступени суда бога мотарца есть 20 ступеней просто ответа не знает не он уже спрашивая вы напишите еще раз свой вопрос чтобы я долго не сказал добрый вечер ваш кому же вопрос пожалуйста пишите как вы относитесь к луминизму никак не отношусь я православный к нему никак не отношусь считаю что православие это самое относительно не измененная а изначально скажем так догматическая такая кафолическая церковь подскажите причащаться можно я хочу венчаться а муж нет мы женаты 11 лет если батюшка допускает до причастия причащайтесь конечно так что делать если достает злая завистливая подруга молиться они и на ее зло улыбкой добрым словом отвечать это первый момент или второй если такова есть подруга значит она не подруга значит не было соблазна прошу прощения я с мобильного интернета поэтому тут идут поэтому не было соблазна можно где-то одолиться но лучше примириться помолиться можно даже вместе с ней в храм сходить так вот батюшка задает вопрос отче выходные молитвы как совершать батюшка не совсем понимаю вопрос как ну перед литургией и совершаем входные молитвы читаем так так же как и вы читаете так всем храните я господь и здесь религия что это опиум для народа и держание его узде во внимание не берешь зачем вы залезли в интернет ну что я могу сказать на это юрий много таких интересных людей как вы было не хотите можете отключиться так скажите пожалуйста вашего ангела во сне к плохому или хорошему я думаю во сне нужно не трактовать во что можно замудроваться порой в виде ангела и во сне и наяву если мы берем жития святых приходил и лукавый поэтому если вам добродетель снится когда проснетесь поблагодарите бога за то что он вам эту радость дал так так батюшка есть суда боже есть я живу в ленганском районе хочу осветить дом и двор сколько это стоит кому надо обращаться я сказал бы не стоит а пожертвование если у вас есть возможность пожертвовать на храм то в любой храм вы приходите и там уже договаривайтесь с тем или иным батюшка если нету то можете так же сказать что у вас нет возможности очень хотели бы осветить вот и вам это сделать безвозмездно слава боже я прошу прощения я не успеваю все быстро читать чтобы это не скоротечность было спасибо вас во славу боже дочка спросила почему надо обязательно носить крестик потому что это наше проявление любви к Богу за его крестные страдания которые он претерпел ради каждого из нас это первый момент и второй момент это как знамение как видимая защита от враг видимых и невидимых дальше можно ли исповедоваться у разных духовников духовник есть один а исповедоваться если духовник не против можно и у другого батюшки почему в библии и коране вот еще раз вы дождались своего вопроса я попытаюсь опять прочитать и ответить в коране первые считают человека первым считают человека а динозавров никогда не первыми появляться почему они появились получается они люди ну скажем так я сейчас конкретно название не вспомню как подобие динозавра назывался в библии чтобы вас не обманут не лукавить но скажем так вот у нас сегодня вот от сотворения мира семь тысяч пятьсот двадцать пятый год если не ошибаюсь по-моему пятый год а естественно вот седьмой день как когда мы читаем священное писание Господь почил дел своих он длится до сегодняшнего дня сколько длился каждый день сотворений мира конечно ведомо одному Богу были динозавры не были это не самый главный фундаментальный вопрос были ли эти динозавры или нет важно что венец всех творений это человек потому что Господь в него вдунул душу живую которая уже идет к Богу и прожитие это душа ну человек должен прожить эту жизнь достойно православных христианина чтобы услышать добрый ответ на его страшном суде а динозавры были или нет это но это не фундаментальный вопрос разные были животные даже которых мы не знаем сейчас допустим мы с вами которые есть животные мы это их не всех знаем которые сейчас еще есть на земле даже и красную книгу не все листали давайте критично скажем ну а там динозавры это уже такой риторический вопрос кто переповелился динозавр или человек может быть даже динозавр пошел Господь человека создал уже как венец всего тварного мира и дал возможность обладать им надеюсь я ответил на ваш вопрос а по тебе был суд слава богу еще не было приветствую жене тебе батюшка как вы относитесь к эзотерике очень нехорошо откуда знаешь что динозавры первыми появились но если скажем так человек это венец творения божьего то может быть они первые появились Господь ее рыбы и птицы небесные сначала создал может быть и с ними как-то в их динозаврах ну были или не были это уже не фундаментальный вопрос так батюшка скажите пожалуйста сколько раз можно осветить дом просто наш батюшка коровить нельзя просто мы еще пристроить и хотим осветить вы знаете мне очень нравится ну немножко такой косвенный пример приведу мне очень нравится традиция в Италии когда они все год прошел они все старое что опять-таки ветхое они выкидывают на улицу потом это бедные разбирают я думаю что в идеале раз в год прошу за год что только у нас в семье не происходит и благодаря нам и в гости к нам приходят по мне так это мое частное мнение что в идеале раз в год освещать а если есть необходимость какой-то дискомфорт душевный можно и чаще там уже на ваше усмотрение как ваше душе угодно ну вообще пусть ремонтов желательно освещать прошу как кто делал ремонт там матом ругались не ругались курили конечно лучше осветить батюшка здравствуйте скажите пожалуйста правда что на правом плече я уже ответил на этот вопрос насчет плеч это относительный такой момент а то что присутствует рядом да доброй ночи благослови бог благослови помогите батюшка а в уныние сильном хочу причащиться завтра но как я могу находиться в таком настроении если вы достойно готовитесь и каяться будете своим унынием и священник вас допустит значит причащайтесь это уже вывод духовной ответственности моя знакомая с нервным расстройством и по моему третья рассудка просила помощь а я не помогла вскоре я узнала что она покончила жизнь самовесица у себя думаю очень чувствует себя новатой если она психически больная была состояла у психиатра на учете то я думаю ее отпевали потому что это исключительный момент таких людей психически больных и тем более если она у врача состояла на учете можно и молиться в остальных случаях конечно уже нельзя молиться чтобы не подвергнуть какой-то и себя в том числе опасности но их останки находили в прошлом очень так же как и в библии святых о пророках их же тоже останки найдены вроде вот вот вы любите динозавров я смотрю ну находили и что слава богу находили многие скажем так останки уже сегодня можно вот на ютубе посмотреть как эти останки сами люди делали потому что это интересно и актуально было на самом деле никто их не находил ну разные бывают и поделки и не поделки поэтому ну находили и слава богу понимаете это не как польза для души не поможет и не погубит ну находили слава богу если человек умер и не верит бога а верил в магию можно за такого молиться если он был православный христианин но скажем крещеный но не верил это один вопрос если он и вообще никакой был и всячески хулил бога и как вы говорите магией занимался ну нельзя служить господам или богу или мамоне поэтому тут я думаю молиться за крещеного можно человека чтобы как-то ему помочь в его страданиях потому что я думаю маловероятно что он в рай попал если занимался магией но скажем объективно тут надо смотреть в общем крещеный или не крещеный я за господа не готов ответить а молиться это скажем подвиг если вас духовник благословит значит молитесь батюшка помолитесь о учебе Александра отправка очень у меня плохие ошибки подкрепи господи если бог придет в конце после суда что с нами дальше будет бог с большой буквы если мы о нашем спасителе говорим а что будет будет суд господь будет в первую очередь подобродетельно нас судить если добродетель не останется то есть как понять подобродетели я был голодей накормили ли вы меня всех от малых если сделали то и мне сделали как мы в священном писании читаем ну и скажем нужно сказать что дальше будет жизнь вечная и радость пребывания бога или уже мука вечная но уже третьего пришествия как такого не будет так извините не могли бы вы потать под ногами вам близок и дать вопросы или в эфир ходите не мешайте коллеги отвечать скажите мы вам напишем вопрос море так батюшка здравствуйте у меня родовая травма я с трудом хожу на костылях каждым годом все труднее а зачем вообще дается болезнь я хочу хожу в храм но обидно и злобу на бога держу а вы зря вы держите я вот в практике уже сталкивался господи с такими людьми которые вот именно имея свою немощь они очень счастливы я объясню почему они счастливы потому что они безропно неся свой крест они понимают что благодаря своей немощи они меньше грешат и понимают что у них больше шантов шансов обрести царство небесное господь тяжелее креста каждому не дает чем он больше понести но на секунду я уже в других эфирах об этом говорил на секунду задумайтесь если бы не было допустим больных людей или деточек даже какие бы мы жестокосердечные были а вот благодаря вам и другим людям которые испытывают немощь или какие-то жизненные обстоятельства трудные мы пытаемся им помочь или и даже больше становимся сострадательными поэтому подкрепи вас Господи чтобы вы несли свой крест и Господь вас заградил вас за это так король в море так сейчас комменты мне очень это интересно ломает мою голову вы бы лучше сейчас нету тут имени у вас только пальчики направлены лучше вы ломали голову как можно больше найти добродетелей сделать и о чем больше каяться каких грехах тогда вам и может быть не столь интересны динозавры были бы где в библии написано как крестец слева направо или наоборот в библии вы этого не найдете скажем так это уже опыт церкви которая от апостолов как бы пошла много в своих днях описывали именно что крест был в частности апостол пагать я рад тому что ношу на себе крестное знамение то что справа налево это уже дальнейшая жизнь и развитие христианства так хочу поступить в московскую духовную семинарию что посовет я конечно промолчал стоит поступать или нет но есть у вас глубокое желание поступать и быть пастырем подкрепи вас господи а что посоветовать для поступления пообщайтесь больше со священниками которые уже умудренные сединами имеют огромный жизненный и духовный опыт а в плане практического я думаю билеты есть вы все их прочитаете если не поленитесь я думаю достойно сдадите экзамен батюшка вопросов нет а вам терпение и здоровье помолись об мне подкрепи господи татьяна ответ уже девушки об этом никто весь проси помолись подкрепилась батюшка если близкий человек читает черную магию в разуме господи одаривает подарки можно этими вещами пользоваться если их нужно осветить молитвенно священник но вообще лучше бы осветить конечно смотря какая вещь потому что бывают разные вещи но лучше осветить кратенько есть молитвенно освящение всякая вещь так я уже прочел Дмитрий бог помощи вам если все таки твердо намеренно поступать здравствуйте хочу спросить есть у нас в христианстве известно что Иисус есть Христос на спаситель то в Коране Иса больше чем пророк наш бог звучит как Илухим как Аллах можно между между нами не такая может между нами не такая что не такая разница вы имеете ввиду скажем так бог это бог пророк это пророк тут есть логика почему ислам не признает его как бога но скажем так вообще я рекомендовал бы вот на моем youtube канале боголюб вы можете найти там видео называется истина там вот именно на эту тему я делал видео если вам будет интересно посмотрите как раз ответ на этот вопрос мне мусульманец задал и я сделал видео посмотрите истина не истина Аллах не Аллах там есть определенные ответы так когда придет антисти что будет накладываю на себя печать накладывать свою печать на людей но печать антихриста конечно будет ну вот кто и не примет и до конца за господом пойдет верности ему душею то естественно как господь сказал претерпевший до конца спасется батюшка эзотерики я никак не отношусь к эзотерике я скажем так сочувствием отношусь к людям которые вообще сильно этим интересуются понимаете я вам скажу очень простую вещь если вы хотите быть счастливыми то православный человек он молится ходится в храм если у него душа болеет он кается и в другую какую-то муть болото он не лезет если ты интересуешься всем то получается ничем и получается ты просто пуст ты не наполняешь часу своей души любовью благодатью как минимум истиной и ты повреждаешься получается ты как живешь но уже в аду то есть у тебя отчаяние постоянно ты ищешь у тебя нет спокойствия от твоей души поэтому ну как я отношусь с сочувствием мне жалко этих людей а как узнать вы настоящий батюшка ну зайдите на мою страничку в одноклассниках зайдите в контакте константин мальцев вот там увидите батюшка не батюшка ну поверьте на слово так вы хоть напишите как зовут девочка которая любит динозавр а что ж кажете на то что во сне снятся снится молитва на рабском которую я знаю но слышала читала ее мужчина ну молитва что такое молитва это беседа с Богом если она нас побуждает к любви к покаянию к душевному равновесию замечательно благодарите Бога за это так сейчас секундочку ну я еще 6 минут поотвечаю эфир будет заканчивать чтобы он сильно длительный не был что делать если бежать в школе вы знаете у меня очень тяжелая была ситуация я день через день дрался в школе за то что я русский был такой у меня период естественно я пошел на единоборство и своей учебой стараясь доказывал что я сильный себя защищал физически и учебой добивался успехов поэтому хорошо учись и займись каким-то единоборством у нас ум и силу очень уважают а уже страдать не молиться за мужику прибитому к палке такой Бога нету понимаете если Бога нет вы ничего не теряете если Бог есть Вадим отвечаю вам то вы теряете все не прыгать сможешь смотрите раньше эфиры так батюшка Олег спрашивает батюшка здравствуйте у меня родовая травма я с трудом вхожу я уже ответил на ваш вопрос привет вам из Дагестана спасибо батюшка что женщине сделали замечание в храме за то что она сидела сложив ногу на ногу почему ну почему во первых храм это не кабак мы должны достойно сидеть во вторых проходят капиллярные вены на изгибе и в том числе пережимая пережимая эти вены мы повреждаем скажем так кровообращение ну и самый главный момент это эстетически женщина не сидит на ногу она две ножки складывает немножко в сторону отводит это этикет не только относительно храма вообще общество относительно где-то где мы бываем поэтому в принципе обижаться на это замечание не нужно поблагодарить если нам какое-то правильное замечание делают вполне уместно мне снится мой умерший родной брат я не хотела пойти с ним а он сказал что мне еще рано и спрашивал определись или определились я по жизни хотя вроде бы так все стабильно к чему это но вообще нам усопшие наши сродники снятся не только сродники какие-то наши знакомые в первую очередь напоминая себе чтобы мы помолились от них потому что они нуждаются в нашей молитве поддержки дорогой священник на вас ли греческое деяние нет подрясник обычный так о покойниках почему с собой зовут ну разные бывают это большая тема скажем так и святые отцы как бы об этом писали я думаю зовут не зовут рано или поздно мы не вечно а вот относительно что при поисповеденном причастнице для укрепления своей души нужно съемную квартиру можно осветить можно и нужно ведь вы там пребываете живете при молитве дома есть ли разница с зажженной свечей обращаться к Богу или молиться без свечи ну скажем так свеча это наша бескровная жертва Богу поэтому если есть свеча можно и свечку зажечь будет не будет хуже а я думаю даже лучше это хорошая идея отвечать на вопросы онлайн по разным по причинам люди бывают сложно спросить вживую да я часто с этим сталкиваюсь мне очень в контакте я в основном в контакте общаюсь но вот в нашем замечательном проекте батюшка онлайн пригласили тоже пытаясь общаться я в основном по субботам эфиры делаю вечером для чего покойников отпевают для того чтобы обратиться ко Господу церковью то есть церковь это не только что это церковь кто это мы с вами обратиться ко Господу общей молитвой чтобы он по милосердии по нашим трудам простил тот или иной грех вольный невольный душе новопристального человека и мы в девятый сороковой день панихидку служим то есть это наше небезразличное духовное отношение к его душе здравствуйте батюшка мои соседи похоронили внука и он по ночам по дому ходит внук не может ходить могут всякие проськи лукав быть освятить дом а им может быть господь попускает чтобы они может быть немножко больше воцерковились если мать гнобит как быть молиться конечно за нее матери бывают разные я вам искренне сочувствую но порою под скажем так гнобить мы порой воспринимаем нравоучение на самом деле это не нравоучение а попытка не быть безразличны к нам просто знаете я очень часто сталкиваюсь с таким моментами что некоторые матери равнодушны безразличны и тогда хоть что-нибудь бы сказали поэтому тут надо еще знать вашу ситуацию в каком плане гнобит но если на самом деле как-то унижает избивает и тому подобное конечно если вы совершеннолетие но живите уже отдельности мать и жилье работаете если несовершеннолетие значит надо нести свой крест по возможности но без крайностей чтобы не было какого-то греха как вы думаете мухаммед посланник бога я думаю нет отвечу вам честно потому что промысл конечно есть определенно божий что он имел место быть родиться почему потому что все-таки он о иисусе как о пороке говорит как-то значимость его подчеркивает но что он посланник божий очень я с этим был бы осторожен почему потому что в коране очень таки есть жесткие скажем высказывания относительно наказания женщин если она допустим изменила то забить ее камнями закопать то есть систему наказаний ну я больше склоняюсь что бог есть любовь дальше и получила ответ на это меняет мировоззрение когда все в библии также так же и как оказывается сомневается что мы жили с динозаврами я уже благодаря вам я уже динозавров люблю так очень христос просите нас есть и будет здравствуйте батюшка мои соседи похоронили ну-ка осветить жилье уже сказала батюшка скажет можно ли молиться о некрещеном дитя и ложить ему под подушку иконочку я думаю под подушкой не нужно рядышком можно поставить иконочку если позволите маленький стишочек мне очень нравится когда-то пятилетняя девочка я пришел выступать там на сцене со словом на день матери и маленькая девочка прочитала такой изумительный стих это вот вам под ником добрый значит над кроваткой чуть в сторонке боже матери иконка если мама отлучится то не страшно мне одной боже мамочка со мной вот поэтому иконочку можно рядышком поставить для деточки это было бы хорошо а крестить затягивать я думаю не надо мы крестим на сороковой день как положено один крестный минимум нужен поэтому я думаю проблем нету а молиться а не крещен ребеночке я думаю можно мы же о власти воинствах во время службы молимся не вся власть и воинство крещеное православное но тем не менее мы молимся о них чтобы они пришли в лоно православной церкви и стали верующим православными людьми что делать если возжелаю своего отца каяться в грехе блудных помыслах и молиться Марии Египетской которая преодолела этот блудный грех надо за упокой свечку поставить заказать с руководством писать записка об упокоении ну я на этого уже между собой отвечайте можно это сделать конечно было бы неплохо подскажите у моей умрешей бабушки завтра день рождения как ее помянуть панихидку пойти в храм заказать молитвы и угощения или как спасибо панихидку заказать и по возможности милостинку раздать дальше занимается генеологией генеологией не возбраняется работаю с метрическими книгами старинными документами бывают бывают на кладбище генеология это по-моему древо генеологическое да когда мы наша родословность если не ошибаюсь относительно метрические книги ну я думаю а в чем возбраняется если у вас это замечательно получается можно и заниматься но я тут скажем так может в плане генеологического по-моему это родословность так пусть отпустят душу внука и молятся за него ну тут это не совсем может корректно отпустят или не отпустят душу душа нематериально ее человек не может удержать это скажем так божие а не человеческое церковь давно уже стала как бизнес в книге сказано что торговать в церкви запрещено а у нас каждый в каждой торгует а если вы будете все храмы содержать как настоящий верующий православный христианин то и не надо будет и торговлю никакой делать так не христианам не отвечаете так дальше очень если господь не имеет никакого отношения к злу как же он тогда попускает болезни я бы сказал так вспомните житие праведного иова многострадального изумительная книга для вот именно о страданиях о претерпеваниях и награде от господа за это я банальный пример приведу когда ребенок судит пальцы в розетку мы бьем по рукам это не означает что мы его не любим или мы какие-то гипер жестокие но тем не менее мы сохраняем мужесть вот в таком же роде господь попускает для нашего разумления нам и болезни так тогда получается жизнь была до нас как ни в кавкаране ни в библии нет просто об этом понимаете вы спрашиваете всякие вещи которые тысячелетия назад написаны тут некоторые книги не все вмещают в себя не все книги скажем так дошли до нас максимум что мы можем сегодня почерпнуть то и темы мы пользуемся и оперируем а животные были до нас до творения человека ну может были динозавры раз вы их так любите так благословите мария бог благословит батюшка как батюшка вы симпатичны женат женат где он вопросы читает подряд где нахожу вниз листа где нахожу там и читаю так дальше гематоген грех я думаю наверно нет в детстве ели и не каялись друзья мои я прошу прощения уже мы с вами больше часа общаемся если у вас будет еще какие-то вопросы пишите мне в личку давайте все-таки прощаться пошел уже длинный эфир может другие батюшки хотят выйти я уже может даже кого-то задерживаю также можете найти меня вконтакте я скину как бы в комментариях в самом конце ссылку чтобы вы могли зайти посмотреть вконтакте я в основном бываю в одноклассниках в большей степени я только ради батюшка онлайн замечательный проект я рад что вы в нем присутствуете и смотрите достойных пастырей храни вас господь с вами был священник константин мальцев милости божьего аминь и и